Привет! В Сургуте, практически в самом центре города, был замечен голубь, несущий свой крест. Дело было неподалёку от православного храма, что расставляет всё на свои места. Теперь есть оправдание разбросанным по квартире вещам. В случае Арсения это не просто беспорядок. Он может говорить «Я художник, я так вижу». Екатерина столкнулась с очередными неполадками реального мира. Хотя есть и другое объяснение. Может, это и вовсе огромный картонный макет, который скрывает от нас что-то важное. Теории заговора на канале Фактория. Добро пожаловать! На этом месте 3 апреля 1863 года ничего не произошло. Лиза заметила эту табличку в Костроме. Кто-то очень хотел привлечь внимание к своему дому, но не нашёл для этого никакого повода. Такого сюжетного поворота от Дим Димыча вряд ли кто-нибудь ожидал. Хотя он так много времени проводил с фиксиками, что и такое вполне реально. Тот момент, когда решил максимально открыто оправдаться, почему не смог выполнить домашнее задание. На такое подробное объяснение учительница решила ответить соответствующим образом. Присылайте по ссылкам в описании под видео свои интересные случаи с учёбой или работы. Наглядное свидетельство того, какое сильное значение имеет ракурс в нашей жизни. Самый обычный и довольно милый предмет становится совершенно иным, вовсе не весёлым. Несмотря на то, что благодаря интернету найти свою любовь стало значительнее проще, некоторые люди всё равно склонны пользоваться не виртуальными знакомствами, а действовать в реальном мире. Ещё один интересный голубь попался в объектив камеры. Он выглядит как природная реклама бренда Nike. Где-то поблизости точно летает его конкурент. Случайное совпадение в супермаркете вылилось в какую-то жестокую сцену. А это точно подходящее средство, чтобы чистить зубки собакам? Теперь у людей, которым нужно выходить из дома раньше шести утра, чтобы успеть на работу, появилась достойная отмазка. Никакая работа не стоит того, чтобы тебя похитили инопланетяне. Чтобы социальная реклама была заметнее, к ней нужно подходить с креативом. Никто никогда не пропустит громкого заголовка со словом «акция». Странного человека видно издалека, если он одет в странную одежду. Какое-то нелепое дизайнерское решение, разве нет? Хотя всё всегда можно оправдать одной коронной фразой. Демьян столкнулся с ситуацией, которая прекрасно доказывает, что люди, питающиеся фруктами и овощами, очень крепкие. Теперь точно, ни у кого не должно остаться сомнений в полезности яблочек. Паша встретил такого Михалыча-добродетеля в текстильном магазине. Хотелось бы, конечно, увидеть его и в полный рост. Слишком ведь заманчивое объявление. Особенно момент с запретом на обнимашки. Автор фотографии не стал объяснять, что, где и почему происходит на этом фото. Но сдаётся мне, что дело происходило рядом с заведением с очень крутой атмосферой и интерьером. Случай произошёл в московской электричке с Никитой. Все фанаты Гарри Поттера в этот самый момент пожелали оказаться на месте везунчика, которому удалось встретиться с таким персонажем. Далеко не у всех школьников их учебное заведение вызывает положительные эмоции. Но в школе Артёма запрещено появляться с плохим настроением. Ну, вы, в принципе, сами правила установили, так что не надо спрашивать, почему некоторые не ходят на уроки. Никита встретил очередное заведение, которое решило использовать в качестве фирменного стиля довольно узнаваемые цвета и названия. И ещё одно случайное столкновение с отсылкой к реальной жизни. Могу предположить, что за щитом находится канализационный люк, в котором ведутся какие-то работы. Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу. В некоторых случаях так маскируются здания, которые реставрируют. Но что-то мне подсказывает, что это не проданное фото. Этот манекен всегда дежурит в кабинете ОБЖ. Ученики ему даже дали имя – Максим. И, по-моему, ему уже поплохело от того, что он всё время проводит на уроке. Эта фотография была сделана в последний учебный день перед каникулами. Неприятная ситуация произошла по вине одноклассника Романа. Кажется, кому-то пришлось задержаться в тот день в школе. Уважаемые клиенты! Отправка и получение производятся только при наличии оригинала паспорта. Вполне себе классическое объявление из службы доставки. Но самые внимательные заметили и мелкий шрифт. В противном случае – идите лесом! Что принято брать с собой в школу? Естественно, учебники, письменные принадлежности и тетради. Но у некоторых, судя по всему, в обязательном списке находится ещё и кетчуп. И как же мы всё это время раньше справлялись без него на какой-нибудь алгебре? Елизавета нашла идеальный пример, как отличный лозунг может поднять настроение покупателю и побудить его купить именно этот товар. Когда ты вырастаешь, но страсть к коллекционированию машинок Hot Wheels никуда не делась, то пора переходить на следующий уровень. Современные учебники адаптируются под нашу речь. Никто ведь не ожидал увидеть подобную фразу, которая, в принципе, вполне нормально воспринимается, в диалоге с другом в интернете. Замки созданы не только для того, чтобы сохранить что-то ценное. Их ведь можно просто так цеплять вообще куда угодно, чтобы такие, как Павел, потом ломали голову. Зачем это сделали? А теперь представьте, что вы зашли в этот лифт, и вам нужно попасть на седьмой этаж. Какую кнопку нажмёте в этом случае? Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Старая стиральная машина может послужить хорошей заменой пластиковому окну. Да и, в принципе, будешь чувствовать себя космонавтом, который разглядывает Землю в иллюминаторе. Ксения просто обожает свой класс, потому что у них учатся очень инициативные ребята, с которыми не бывает скучно. Всем бы хотелось такую неделю приколов. Фактория одобряет. В этом выпуске у нас слишком много необычных фотографий, которые попадались нашим зрителям в общественном транспорте. Ситуация в московском метро, встреченная Павлом. Суровые реалии нашего мира. Теперь даже отдохнуть на качеле дано не всем. И, как всегда, подписчики Фактории смогли найти этому разумное объяснение. Раньше мы делали вертолеты из одной ручки и двух линеек, но теперь развлечься на учебе стало еще проще, потому что воздушный транспорт подготовлен заранее. Кто-то сомневается в том, что на Марсе есть жизнь. Еще как есть! И Анастасии практически удалось ее увидеть. Только ей в тот день было немного не по пути. Екатерина рассказала, что эта скульптура весит 45 килограммов. И самое главное, что эти 45 кг чистого шоколада. Это мы однозначно покупаем! Не все же знаки должны быть обязательно причастны к дорожному движению, верно? Если подобных знаков будет чуточку больше, то наш мир станет только лучше. Для тех, кто уже успел побывать на Марсе, Анастасия нашла еще одну интересную локацию. Следующим рейсом нужно отправляться в май. И перед началом зимы это звучит очень актуально. Не каждому ведь охота мерзнуть три месяца. У каждого есть свой метод создания шпаргалок. Варя решила сильно не заморачиваться и использовала свое тело как одну большую шпаргалку. Анастасия знает толк в правильной мотивации. Эта табличка висит у нее над кроватью. Она читает текст первым делом, как только открывает глаза. Поэтому каждый день проходит с улыбкой. Перед вами заварник для чая. Вроде бы какая-то мелочь, но она сильно меняет привычный для всех процесс. Лавочка, от одного вида которой уже становится плохо. И я даже боюсь представить, каково на ней попытаться усидеть. Быть красивой или красивым не так уж и просто. И дело не в том, что на уход за собой мы тратим энное количество времени. Главная проблема, что порой это не так уж и дешево. Дмитрий встретил этого очаровательного малыша в парикмахерской. По самой стрижке никаких отзывов не было, но только за эту фигурку можно было уже ставить пять звезд. Всего лишь отвалившаяся буква в вывеске придает этому месту какое-то тленное настроение, которое вызывает грусть. Креатив некоторых создателей игрушек по-настоящему пугает. Такое хочется купить только ради того, чтобы избавиться от них и предостеречь других людей от травмирования психики. В очередной раз кто-то решил показаться самым умным и неумело замаскировался под популярную сеть фастфуда. Вряд ли кто-то из водителей хотел бы увидеть на своей машине такой сюрприз. И, кстати, эту фотографию прислала та же Настя, у которой висит над кроватью мотивирующая фраза, связанная с улыбкой. Просто совпадение? Наш язык прекрасен тем, что в нем очень легко найти игру слов, если правильно их подбирать к конкретному случаю. Было название города, стало название магазина. Видели когда-нибудь светлячка вблизи? Теперь у вас есть такая возможность. Этот снимок был сделан на просторах Южного Урала. Похожую вывеску мы уже сегодня видели. Когда кто-то использует один креативный прием, а затем за ним начинают повторять все остальные, то это уже перестает быть креативным. Так что ждем следующего тренда на название. Не всем по нраву прокат самокатов, которые пользуются летом популярностью в крупных городах. Кто-то решил выплеснуть на них всю свою злость. Виктор столкнулся с забагованными текстурами в своей же школе. Очень непонятная ситуация. Хотелось бы посмотреть и из других ракурсов. Ирина осталась в шоке от того, что некоторые люди считают антистрессом. Череп, внутри которого находятся личинки. Ну да, у каждого свои методы для релаксации. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!